дорогие друзья приветствую вас всех у себя на канале и сегодня у меня день обработки от этих оцененных орхидеев которые я недавно себе приобрела они уже постояли какое-то время и немножечко подсохли видите здесь правда еще это растение не так сильно обсохла как это вот так вот они выглядят напоминаю тем кто не смотрел и тем кто смотрел мои видео и сейчас что я хочу сделать я не знаю получится ли у меня показать оба этих вазончика как я их что я буду с ними делать ну один я вам точно покажу я буду смотреть по длине видео я хочу немножечко вытрясти с каждого вазончика верхнюю часть грунта если получится добраться до стаканчика торфянова вытащить торфяной стаканчик и досыпать туда такую небольшую мелкую кору сухую у меня есть сухая кора кора о ви вот эту кору я буду туда досыпать и сейчас первым делом я обрабатываю листочки листочки я сразу не обработала а вот буду обрабатывать вот сталициловой кислотой обрабатываю сначала листочки и потом начинаю вытряхивать растения в общем друзья увидите у меня такие стесненные еще условия потому что все орхидеи стоят у меня все еще стоят на балконе вот и стоят они на каждом столе можно так сказать и если я пойду снимать в комнату то там очень будет плохое освещение поэтому вот так вот я снимаю как снимаю так и снимаю поэтому приступаем если вам интересно вы можете оставаться и посмотреть если нет то это уж ваше дело что друзья приступаем немножечко трясется у меня камера ну как есть так есть так обрабатываю я листики за это время что они у меня стояли на кухне на карантине вот у этого растения вон видите смотрите сейчас я вам покажу раскрылся 5 цветочек и раскрываются уже 6 видите надеюсь вам видно вот я не заметила никаких зверей на этом на этих орхидей как вот никто не бегает не прыгает вот поэтому можно их спокойно наверное после обработки они конечно у меня еще послед какое-то время на карантине а потом я их наверно поставлю в общую коллекцию общем вот так вот друзья я обрабатываю листочки это первое что я делал вообще конечно их надо было обработать сразу ну я решила даже листики сразу не обрабатывать а понаблюдать потому что бываешь бывает такое что сразу обработал обработаешь листочки вот поставишь на карантин вроде бы ну уже кажется все обработала ничего там не должно быть на не то нет другой раз бывает что потом начинают вылазить всякая дрянь поэтому я сначала в этот раз я захотела обработать там вот серединка какая-то вот белая прямо видимо их еще и в магазине чем-то таким знаете обрабатывали там в этом магазине судовом центре там такая женщина работает вот я пару раз ней общалась она такая знаете приятное в общении но вот и видно что она очень хорошо ухаживает за растениями прямо думаю что наверное и обрабатывала растение сейчас вот так вот видите я серединку попробую если мне конечно получится скорее вот так вот не знаете как надо сделать надо сделать тоненький тоненький получится получится не очень получается конечно туда залезть в эту серединку чтобы ее хорошо обработать в общем как есть чем-то их очень хорошо заливали самое главное чтобы это не было это знаете как я один раз за занесла себе с уценкой мучнистого червеца самое главное чтоб это не он был ну если бы это был он я уже бы заметила бы он боже бы и расползся так вот одну я обработала а вот это вот я пока уберу чтоб она нам не мешала и мы займемся вот этой вот растюшкой а потом пока ее поставлю в сторонку так это все мы в сторонку ставим друзья если получится длинное видео то еще раз говорю я буду показывать как я делаю это с одной орхидея у меня есть видео как я показывала кстати недавно вот я показывала как я обрабатывала так же сама ведь она вот шатается поэтому может быть я даже надо чуть чуть присадить как я обрабатывала приторию когда купила тоже вот так вот довольно неплохой у нее грунт и знаете что у меня написали что это орхидейка называется пандора а у других девочек я видела вот еще раз показываю вот видите как она будет глядеть надеюсь вам видно а у других девочек я видела что такая орхидейка под названием сезам в общем где правда но я пока подписала как пандора вот я уже вижу этот так придется вот так вот по кусочку его и вынимать столько надо взять другие более такие эти пинцет более такой на там такой большой приличный такой кусок может быть я просто вытащу сверху не буду полностью посмотрим друзья получится у меня достать полностью или не получится шапи и не вынимать к может быть даже придется мне вот так вот сейчас сидеть вынимать отключиться потому что это займет очень много времени я так думаю что наверно скорее всего я так делала сделаю друзья я отключусь еще вот этот вот стакан этот торфяной он еще довольно влажный хочу вам сказать вот вроде бы орхидейка такая знаете довольно просохла а стаканчик важно так и внешне надо так аккуратно еще чтоб я тут не поломала свои остальные орхидей так я пока отключаюсь друзья я подключусь когда уберу торфяной стаканчик ну что друзья я вытащила вот смотрите какой мне пришлось таки не смогла и так по кусочку потому что он настолько крошится сильно что мне пришлось ее в общем-то полностью вытащить и вытащить этот стакан я засыпала орхидейку опять этим же грунтом которые у нее был и сейчас вот сверху я добавлю немножечко свежего грунта не не получается не получилось у меня в этот раз как с пандоры вытащить стаканчик чтобы не вытащить орхидею еще здесь не знаю вам видно не видно так я ее немножечко даже туда углубила немножечко и надо здесь вот как-то подставить чтобы этот держался этот потому что он совсем не держится и сейчас я сделаю раствор вот раствор вот с этим буду делать фитоспорин вот и залью эту орхидейку этим фитоспорином немножечко постоит недолго потому что корни у нее такие знаете вроде бы как и просохли но не совсем такие знаете чтобы сухие сухие были так друзья наверно вам не видно я не контролирую этот процесс потому что занимаясь видите засыпкой орхидеи но здесь не вот надо немножечко вот здесь вот может быть это и неплохо все таки корни хорошо видно вот так в общем я ее и оставляю сейчас я вам покажу поближе сниму коробку с себя вот так весь и теперь я ее поставлю ой ой то столько орхидеи у меня лежит сейчас я ее поставлю кашпу разведу этот и залью и пока буду заниматься 2 орхидейка это немножко постоит водички так так у меня кувшине полтора литра а тут надо на 5 литров 10 грамм замачивание погружение корней 10 грамм на 5 литров у меня пара полтора литра это один грамм на литр приблизительно у меня вот так здесь есть ой все падает все летит так у меня есть вот такая вот ложечка на а это на 1 грамм и вот сюда вот видите вот мой кувшинчик я набираю вот один литр ой на 1 грамм возьму не буду много брать хорошо надо размешать так надо вот этой размешивать потому что то у меня так не все кристаллики еще разошлись так вот теперь заливаю друзья заливаю и я знаю минут десять она будет стоять минут десять только надо мне взять еще знаете что мне надо взять мне надо взять этот друзья пожалуйста напишите еще раз кто считает это пандора или сезам ушахать это ольга мне хотел сказать катя написала что это пандора и я ее так и подписала вот я видела у девочек что это сезам сезам не знаю где может быть сезам немножко отличаются чем-то от пандоры а может кто как называет так взяла я грушу и груши сейчас по кругу буду заливать так залью но вот наверно немножечко не сильно много вот сначала теперь уже можно лить и не бояться что мы этот стакан торфяной прошу у меня друзья у я не дружу с торфяным стаканом ну от слова вообще у меня не получается так аккуратно залить орхидею чтобы не попасть на этот торфяной стакан обязательно я этот торфяной стакан задену он так долго сохнет я так наберу туда немножко водички чтобы она хотя бы вот эти нижние корни покрывала не нижними корешками она себе подтянет водичку сейчас еще отсюда отодвину кору немножко от шеи хотя бы ничего не случилось с этими орхидеями потому что я их их внесла в такую знаете погоду вроде бы 6 градусов тепла было но такой ветер сильно холодные был посмотрим как она будет себя вести это орхидейка специально не меняла ей этот субстрат и и чтоб она обычно раньше когда я это делала орхидеи мои не ощущали вообще этой пересадки что я их пересаживала что и вообще я садила намного больше горшок мне казалось что им надо больше места что чтобы они было к корням куда расти куда развиваться но сейчас я понимаю что это не так так вот думаю столько хватит пускай набирается здесь это груша а этот ставлю сторонку и начинаю разбирать второй так что как разберу друзья к вам подключусь итак друзья я все сделала в этой орхидейке мне удалось таки вытащить аккуратно этот торт в стакан поставила чтоб ее залить и вам же не показала вот смотрите что у меня получилось туда еще добавила немножко вниз вот по маленьких такие маленькие кусочки маха и сверху видите немножко добавила своей коры вот сейчас я ее пролью вот этой своим вот этим препаратом и листики по вытираю прошу листики я не повытирала в общем сейчас вот так вот залью в одной орхидейке видите как хорошо достался торт стакан а у другой мне пришлось не получилось у меня аккуратно вытащить торт стакан пришлось полностью ее вынимать но я ее постаралась тот же самый грунт посадить еще раз говорю в тот же самый грунт там совсем чуть-чуть я добавила своего грунта вот это орхидейка когда я начала ее разбирать и лезть туда смотреть торт стакан у нее грунт более был влажный чем у этой 1 вот поэтому это наверно поменьше постоит немножко как вы обращаетесь с торт стаканом некоторые видела видео девочки показывают что как-то так аккуратненько по кругу проливают все у них так хорошо но я думаю что как бы вы не проливали вот это может быть даже мой опыт можно сказать уже такой потому что вот не получается вот даже на примере на примере этих орхидей я их не поливала вот это вот первый полив считаете после того как я их принесла домой в магазине они были так залиты что даже этот торт стакан был мокрый вот я его вынимала он влажный мне кажется как бы вы не не поливали орхидеи у меня есть опытные других орхидей как своих тоже которые стояли у меня с торт стаканами в итоге я их пересаживала и вынимала с торт стаканами вот у меня там еще даже некоторая партия стоит не пересаженных и у меня не получается мне кажется что все равно как бы я не поливала все равно торт стакан этот набирает влагу еще больше чем сама кора она отбирает влагу у этой коры получается и больше держится влажная так ну что протираем листочки получится наверное очень длинное видео но уж какое получится и наверное я не буду вам уже показывать как сливаю воду этот препарат это по моему и так уже все понятно и ясно вот сейчас вот она у меня так постоит еще какое-то время вернее постоят обе орхидейки на кухне на карантине так сказать и потом я их уже наверно переставлю коллекцию так вот эту вот серединку вот как бы и что у той орхидейки что у этой орхидейки вся серединка знаете такое впечатление как будто их там мелом каким-то поливали и серединка как будто мел собрался белая так ну все пока я ковырялась с этой орхидеи то уже наверно пора сливать сейчас я солью и буду заканчивать видео потому что получится очень очень длинная друзья а я не хочу что были длинные видео я хочу чтобы вы насмотрели мои видео с удовольствием конечно я считаю что на всех не угодишь вот поэтому так аккуратненько вынимаю столько орхидей еще стоит так в этом кашпо видите тут такие ножки вон есть и на вот эти вот ножки наверх я оставлю и водичка будет стекать вот кашпо оставшиеся вот такая вот у меня в этот раз обработка моих орхидей посмотрите как намочились корни какими они стали влажными надеюсь вам видно ну все друзья на этом буду заканчивать свое видео давала себе слово что не буду пересаживать орхидеи но увидите не совсем получается у меня с одной орхидей к получилось а с другой не получилось аккуратно вытащить этот тор стакан еще надо как-то этот примостить потому что не держится опускается этот держатель вместе с цветоносом так друзья спасибо вам большое всем что вы были со мной что вы посмотрели это видео если вам понравилось можете поставить лайк написать комментарий для тех кто еще не подписался друзья подписывайтесь поддерживайте канал мой пускай он развивается и разумеется с вашей помощью потому что без вас не было бы и моего канала так что всем пока пока до следующего видео